Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день» и пригласить вас в эту дорогу, в это путешествие. И каждый раз, когда мы находимся в путешествии, мы открыты. Открыты для разных ситуаций и поэтому более уязвимы. И в связи с этим нам очень важно для себя понимать, как же я могу получить защиту, когда и от кого. И если наша жизнь, она во внимании небес, то он точно знает те обстоятельства, где я еще только могу оказаться. Поэтому жить и доверять Богу – это моя необходимость, это моя возможность, и это, я бы сказала, привилегия, потому что это все вместе, сочетанием, дает плод нашей жизни. И я верю, что когда мы обернемся потом уже на финише своего пути и посмотрим назад, то как много Бог нас ограждал и защищал от возможных опасностей, которые мы так и не узнали, что они были. Какие-то узнаем, какие-то даже сейчас помним, но какие-то мы так и не узнаем здесь, на земле, но там мы их увидим. И слава Богу за то, что мы на этой земле под его особым вниманием и заботой. Не просто ведь так, он нам еще представил ангелов. Потому что ангелы – суть служебные духи для тех, которые наследуют спасение. Потому что они служат не как, так скажем, подспорье какое-то нам, а как, наоборот, огромная возможность неба защищать нас там, где мы сами себя защитить не можем. Поэтому да поможет нам Господь на всех дорогах, на всех местах, во всех зонах, где есть опасность, быть всегда под чутким руководством неба и под пристальным вниманием Бога, чтобы ангелы это обеспечивали нам как безопасность на каждом этапе пути. Давид, мы продолжаем про него говорить. «Преследуй, догонишь, отнимешь» – это то, что ему Бог говорит через вот это священное действие, принесенное с Ефодом, совершенное Давидом. «Пошел Давид сам, и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Ассор, и усталые остановились там». Они же только что шли несколько дней. Конечно, они усталые. Тут разочарование, которое полностью их разоружило. И опять же, надо двигаться и более того, воевать. Поэтому дошли до потока, хочется остановиться и расслабиться. Но, посмотрите, и преследовал Давид сам и четыреста человек. Двести же человек остановились потому, что были не в силах перейти поток в Ассорский. Победа за потоком, который надо пройти в момент усталости. Это то, что происходило с Давидом. Посмотрите, одна треть его войска не смогла это сделать. И на самом деле, люди, которых Бог нам дает на пути, не все смогут выдерживать те нагрузки, которые принадлежат нам. И они могут останавливаться, приостанавливаться. И вы знаете, люди по-разному могут на это реагировать. Кто-то огорчаться, кто-то даже сказать, они больше с нами не пойдут. Это делал в свое время Павел с Варнавой, когда он обиделся на Марка, который отстал от них. То есть вот это похожая картина. Но на самом деле у всех людей разный уровень подготовки, разный уровень выносливости, разный уровень веры. И если на сегодняшний день всех мерить по уровню самого высокого, то как многие останутся за кадром. Поэтому нам важно, друзья, понимать, что мы не судьи тем, кто рядом с нами. А если они были верны своим сердцем до того уровня, где они могли действовать, то не ожидать большего, а помочь им восстановиться там, где они смогли дойти и сейчас оказаться вот в этой зоне. Поэтому у Давида это случилось так, что они пришли к потоку, а поток надо теперь переплывать, вброд идти и с лошадьми проходить. Это все нам, современным людям, очень трудно представить саму как позицию, так и действия, которые Давид сейчас осуществляет. Но, на мой взгляд, это сверхъестественные силы, которые Давид имеет. И они приходят к нему именно потому, что он вопросил у Господа, что ему делать. И Бог ему сказал, преследуй, догонишь, отнимешь. Он не перенес его через поток, но он дал ему силы его пройти. Поэтому имей в виду, что и для тебя эта сила приготовлена. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сегодня обращаемся к Тебе за той силой, которая даст нам пройти любой поток, любую преграду. Мы в себе эту силу не видим, а в Тебе ее достаточно. Поэтому прими благодарность за то, что наше ожидание Твоей любви, Твоей власти, Твоего могущества, Твоей силы – это то, в чем мы нуждаемся каждый день. Не всегда мы, может быть, об этом так подробно с Тобой говорим, но сейчас я прошу Тебя на все грядущие дни жизни. Нам всегда нужен Твой покров, нам необходим Твой источник, открытый и всегда свежий. И чтобы наша жажда к Тебе, она только возрастала с каждым днем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин